Здравствуйте, друзья! Подготовка семенного материала к посеву является одной из основных задач, которую приходится решать производителем растеневодческой продукции. Но в действительности грамотно провести процесс протравливания семян достаточно сложно, и не каждый специалист обладает всеми необходимыми знаниями для этого. В этом фильме мы расскажем об основных принципах настройки протравочных машин на примере устройства PS-10. Важно, что навыки, которые вы получите, посмотрев наш видеоролик, могут быть применимы и к другим устройствам. Протравливатель семян универсальной PS-10 представляет собой автоматическую самоходную установку с электроприводом основных механизмов. Как же работает эта машина? А работает она просто. Семена из бурта загрузочным устройством подаются в бункер-накопитель. Из бункера они попадают в камеру протравливания на вращающийся диск, и равномерно тонкой вуалью распределяется по периметру камеры в форме падающего кольцевого потока, который непрерывно обрабатывается рабочей жидкостью с помощью распылителя. Далее обработанное зерно по выгрузным шнекам подается наружу. Кстати, перемещаясь увлажненные семена в шнеках и в ворохе дополнительно добротравливаются, что называется от ксемени к семени. Контроль за поступлением семян в бункер и подачей рабочей жидкости к распылителю осуществляется датчиками. При достижении семенами уровня нижнего датчика приводится в движение дозатор жидкости и диск семян. Начинается процесс протравливания. Если уровень семян достиг среднего датчика, отключается двигатель самохода и передвижение самой установки заканчивается. Если зерно достигло верхнего датчика, то наш бункер наполнен и тогда происходит процесс отключения всего загрузочного устройства. Сейчас скажу лишь, что перед началом протравочных работ необходимо произвести обкатку, которая длится в течение нескольких минут. Сначала на холостом ходу, затем на семенах. Особое внимание обратите на то, чтобы при работе механизмов не было резких посторонних шумов. И дробление зерна. Сейчас перед нами стоит задача протравить семена яровой пшеницы. При этом, как правильно настроить протравочную машину PS-10, мы покажем, используя в работе микроэмульсионный препарат Scarlett. Положение рычага установки производительности по зерну для пшеницы следует установить на средний показатель шкалы дозатора, что соответствует 10-12 делению. Для лечменяя в сайте показатели следует увеличивать по причине слабой текучести семян. Важно, чтобы при настройке производительности зерно не поступало в протравочную камеру самотеком. Далее пробным пуском необходимо определить фактическую производительность протравливателя для каждой партии семян даже одной культуры, так как они могут сильно отличаться по удельному весу. При стабильном непрерывном потоке семян из рукава шнека берем пробы, замеряя время отбора. Как правило, измерение проводят за одну-три минуты. Важно помнить, что измерение проводится в трехкратной повторности, и чем больше время отбора пробы, тем точнее результат. Масса пшеницы, которая находится в этом мешке, набрана за три минуты и составляет 900 кг. Повторим наши замеры еще два раза. Итак, на основании трех замеров мы рассчитали, что в среднем за одну минуту пропускная способность устройства 300 кг семян. Протравливание мы будем производить из стандартного и оптимального значения 10 литров рабочей жидкости на тонну. Это соответствует трем литрам в минуту. Однако стоит сказать, что в зависимости от различных факторов расход рабочей жидкости может варьироваться от 8 до 20 литров на тонну. Настало время приготовить рабочую жидкость. Но вначале рассчитаем необходимое количество препарата, которое нужно добавить в бак. Объем бака для приготовления рабочей жидкости УПС-10 составляет 200 литров. Норма расхода рабочей жидкости 10 литров на тонну. Норма расхода микроэмульсионного препарата Скарлетт 0,4 литра на тонну. А теперь вот по этой формуле мы и находим необходимое количество препарата, которое нужно добавить в бак. Итак, у нас получилось, что нам необходимо добавить 8 литров. Заполним резервуар на одну треть водой. Далее при активном перемешивании зальем точно установленное и отмеренное количество препарата 8 литров. Затем, не отключая перемешивание, заполним бак водой до уровня верхнего датчика. И еще в течение не менее 5 минут будем перемешивать. Важно помнить, что температура раствора не должна быть ниже 10 градусов. Оптимальной считается температура в 20 градусов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...